шалом я стараюсь а не говорить по сотовому телефону за рулем дело в том что однажды из разговора по мобильнику во время вождения я чуть не устроил аварию телефон был в пластиковом держателе который крепится к ветровому стеклу они у меня в руке то есть дорогу я видел хорошо потому что иногда когда держишь телефон вот так вот невозможно повернуться и поэтому не видишь что происходит с той стороны но беседа меня тем не менее отвлекала по-видимому потому что когда я выезжал на перекресток я не заметил знак уступи дорогу то есть я был уверен что я еду по главной дороге выезжаю на этот перекресток по главной дороге продолжаю движение что мне уступят машины которые едут по навстречу мне вот и и к счастью я вовремя успел затормозить потому что я ехал не по главной тот кто ехал действительно по главной дороге чуть не врезался мне в левое крыло вот этот водитель и я были порядком напуган этой ситуации тот остановил машину вышел из нее прямо на перекрестке начал на меня орать и в принципе по делу потому что я был виноват в общем было очень неприятно и я очень не хочу чтобы такая ситуация когда-либо повторилась страшно подумать о том что могло бы быть в принципе и дальше если бы я не успел затормозить вот кроме этого я еще не перехожу дорогу на красный свет не купаюсь в море в штормовую погоду и не лажу на столбы электропередач особенно на те на которых висит такая табличка с надписью не влезай убьет вот к чему это я я к тому что вокруг нас есть немало всяких опасностей и опыт показывает что существуют они не не просто в нашей голове а вполне объективно поэтому я считаю с ними другими словами я побаиваюсь побаиваюсь купаться в штурмовую погоду водить машину без полной концентрации внимания и делать прочие глупости побаиваюсь да то есть немножко боюсь немножко потому что до тех пор пока я глупости не делал мне в принципе бояться нечего но я хорошо понимаю какие неприятные последствия эти глупости могут повлечь за собой страшно даже представить все это я говорю к тому что страх вещь сама по себе неприятная но его умеренная доза может быть полезна для того чтобы уберечь нас от более серьезных неприятностей и в этой связи мне вспоминается несколько стихов из книги притч соломоновых не будь мудрецом в глазах твоих бойся господа и удаляйся от зла мудрый боится и удаляется от зла а глупый раздражителен и самонадеян милосердием и правдой очищается грех и страх господень отводит от зла наверное не только верующие но вообще все разумные люди понимают что вера в бога подразумевает с одной стороны удаление от зла с другой стороны стремление к истине добру справедливости но вот эти стихи в один голос говорят нам о том что именно такой фактор как страх господень а удаляет она с вами с вами от зла или помогает нам с вами удаляться от зла но что такое страх господень сегодняшнее общепринятое политически корректное определение страха божьего то есть определение которое никого не обидит не оттолкнет и не напугает звучит примерно так страх господень или страх божий это глубокое почтение к богу но если оно правильное почему скажите мне новый завет я подчеркиваю не тонах а новый завет говорит нам с вами следующее всех почитайте братство любите бога бойтесь царя чтите в этом стихе три глагола есть глагол ага пау от которого происходит слово агапы это любовь божья божественная любовь глагол это относится в данном стихе к общине верующих братство любите написано любовью агапы то есть любовью бога есть еще глагол тимау который означает почитать уважать оказывать почесть этот глагол здесь относится ко всем людям и также отдельно выделяется царь то есть власть правительство мы призваны уважать всех людей все люди созданы по образу и подобию божьему но при этом также мы должны оказывать особое почтение власти ну и наконец есть третий глагол фобиомай греческий от которого происходит например слово фобия известное нам из русского языка глагол это означает бояться пугаться страшиться устрашаться опасаться и быть в страхе все вот эти значения которые в общем то все родственные так вот вопрос у меня если страх божий это действительно такое глубокое почтение к богу в котором не присутствует даже элемент опасения как сегодня многие говорят то почему вся библия от первой до последней книги призывает нас бояться бога а не только почитать и любить его очевидно по той причине что бог может быть опасным но неужели это и вправду так неужели в нашем с вами боге может быть в принципе хоть что-то опасное если вы осмелитесь задать этот вопрос вслух то непременно найдется кто-нибудь кто вам ответит примерно следующим образом конечно же нет бог совершенно не опасный ну по сути сам ну как-то любящий прощающий милостивый бог добрый и заботливый еще к тому же да может быть при этом опасно но все равно что сказать что у чаю тебя в кружке одновременно и горячий и холодный не может так быть ну почитай в конце концов новый завет внимательно найдешь там замечательный стих что совершенная любовь изгоняет страх да ну вообще чё тогда нам верующим бояться то бога зачем не нужно это в какой нормальной вообще семье дети боятся родителей а мы ждете его так тем более уж нам если все в семьях так дела обстоят так тем более нам детям божьим совершенно не нужно бояться нашего небесного отца наоборот библия говорит что мы с дерзновением то есть смело приходили к престолу благодати до приступаем с дерзновением к престолу благодати это написано черным по белому в послании к евреям так что брат расслабься все совсем не так страшно как ты себе это представлял или как тебе это накапали на мозги вообще нет ничего тут страшного во всей этой истории вот услышав такие речи которые на самом деле можно услышать я их слышу периодически услышав такие речи я бы на вашем месте поблагодарил бы за все цитаты из библии потому что это всегда замечательно слышать писание особенно из цитату за цитату из послания к евреям поблагодарил бы согласился бы вот с тем кто все это говорит все правильно говорят действительно не придерешься а потом предложил бы взглянуть этому человеку на еще один отрывок из того же самого послания к евреям отрывок следующий ибо если мы получив познание истины произвольно грешим то не остается более жертвы за грехи но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников если отвергшийся закона моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью то скольче к чайшему думаете наказанию поведен будет тот кто попирается и на божие и не почитает за святыню кровь завета которую освящен и духа благодати оскорбляет мы знаем того кто сказал у меня отмщение я воздам говорит господь и еще господь будет судить народ свой страшно впасть в руки бога живого в библии есть разные книги некоторые из них написаны так что можно извлечь пользу цитируя отдельный стих из этой книги который взят в отрыве от остальных вот например книга притч соломоновых которые мы уже цитировали она написана именно так отдельные отдельными притчами каждая притча умещается в один стих максимум в два и ее вполне можно взять в вырвать можно сказать из контекста просто прочитать и уже она содержит огромную смысловую нагрузку которую просто можно взять и над ней размышлять так но вот к сожалению таких книг в священном писании или к счастью нема а не так уж много может быть одна две так вот для правильного понимания остальных библейских высказываний нам нужно читать их в контексте во первых той книги из которой мы взяли их в которой мы нашли их а во вторых контексте всего священного писания и вот если этим правилом пренебрегать то есть просто выдергивать отдельные стихи из контекста как делал сейчас мой воображаемый собеседник пытавшийся меня разубедить в том что страх господен это необходимость его необходимо иметь да если просто заниматься выдергиванием отдельных стихов по собственному усмотрению на собственный вкус то тогда можно будет вообще доказать все что угодно и уж если читать библию вот так вот выдергивая то я вообще предлагаю сделать гораздо более интересную вещь читать и по диагонали складывать буквы вот так вот по диагонали посмотреть что из этого получится а вдруг получится что-нибудь интересное почему бы нет шучу но давайте вернемся к посланию к евреям здесь мы с вами видим замечательный пример того что в одной и той же книги библии содержится два высказывания на первый взгляд полностью противоречащие друг другу да то есть приходи смело к престолу божьему а с другой стороны страшно с этим богом иметь дело в некоторых ситуациях как же так то есть с одной стороны вроде бы щедрый любящий отец дает нам благодать и помощь когда она нам нужна а с другой стороны с богом шутки плохи нам говорит автор как же прикажете этого автора понимать ну соответственно как прикажете понимать бога который как мы верим вдохновил священное писание в том числе послание к евреям так мне кажется что никак мы его не поймем до тех пор пока крепко не усвоим один очень важный факт факт заключается в том что в библии есть парадоксы то есть кажущиеся противоречия которые разрешаются когда мы посмотрим на них под другим углом зрения например мы спасаемся я вам задам вопрос мы спасаемся верой или делами однозначно верой не делами можно сказать правда ну конечно же мы все это знаем однако та же самая библия говорит нам что вера без дел мертва поэтому спасаемся не только верой а еще и делами противоречия на первый взгляд да ну как это верой или делами вещи взаимоисключающие правда ты или верой спасаешься или делами спасаешься нет кажется мы спасаемся и верой и делами как это может но очень просто разрешается это противоречие так основа моего спасения это не все эти старушки которым я поднес до автобуса сумку для того чтобы впечатлить небеса людей и самого себя основа моего спасения это очень впечатляющее дело самого бога который послал в наш мир своего сына еще мессию еще однако встав на этот фундамент веры то есть встав на фундамент моего доверия богу доказавшему свою любовь таким неопровержимым путем неопровержимым образом который он сделал потрясающее дело доказывающие его любовь ко мне встав на этот фундамент доверия начинаю понимать что бога интересует не только и даже не столько мой фасад сколько мое нутро я начинаю понимать что его главная цель изменить меня внутри потому что только эти внутренние изменения и произведут соответствующий образ жизни которого он тоже очень жаждет увидеть он очень ожидает этого от меня этот образ жизни будет очень мощным свидетельством того что я действительно верую в него еще один пример а парадокса который можно найти в писании с одной стороны жизнь вера человека наполнена радостью потому что мы мы знаем лично самого творца вселенной он принял на свое царство он простил нам наши грехи он сделано своими и так далее и так далее так далее об этом можно говорить бесконечно и радость это вечное и как писание называет не изреченной то есть невыразимое словами с другой стороны тоже самое писание говорит нам что мы не застрахованы от неприятностей наоборот ешу сказал своим последователям что их будут преследовать это одно из его обещаний нравится нам или нет и другой вопрос но он сказал что его последователей которые действительно живут так как он а заповедует их будут преследовать за веру в него и новом завете мы читаем о том что его ученики первые которые говорится в книге деяния апостолов они радовались посреди испытаний и гонений более того свои страдания за веру они воспринимали как честь от бога о которой радовались то есть люди радовались тому что они страдают нам это совершенно невозможно понять чисто интеллектуально потому что когда мы страдаем то мы страдаем ничего приятного в страданиях нет нашей жизни присутствует и радость и страдания и эти вещи удивительным образом могут переплетаться это еще один пример парадокса который есть в писании так вот почему я говорю о парадоксах потому что на мой взгляд мы здесь имеем дело опять-таки с парадоксом с одной стороны бог благ это абсолютно и безусловно так он любящий он заботливый он милостивый творец и отец небесный с другой стороны он свят и это означает в том числе что человек сознательно идущий на перекор ему рискнует столкнуться с его судом а суд божий то есть реакция бога на прямой вызов ему эта штука малоприятная как шторм электричество и как любая другая большая сила которая есть в нашем мире суд божий это нечто опасное и разумный человек должен считать с этой опасностью как он считается с опасностями исходящими от моря в штурмовую погоду и от оголенного высоковольтного кабеля о том что бог бывает опасным очень хорошо написано в книге клайва льюиса под названием лев колдунья простите и платяной шкаф который уже стал классической я хочу прочитать вам один отрывок из нее конечно это не библия а фэнтези но все-таки образ аслана который создал льюис очень точно соответствует библейскому описанию бога послушайте кто такой аслан спросила сьюзен аслан повторил мистер бобр разве вы не знаете владетель властитель леса но он не часто бывает в нарнии не появлялся ни при мне ни при моем отце к нам пришла весточка что он вернулся сейчас он здесь он разделается с белой колдунью он и никто другой спасет мистера тумнуса а если она она не его не обратит в камень спросил эдмунд наивный вопрос воскликнул мистер бобр и громко расхохотался его обратить в камень хорошо если она не свалится от страха сможет выдержать его взгляд большего от нее и ждать нельзя я во всяком случае не жду аслан здесь наведет порядок как говорится в старинном предсказании справедливость возродиться стоит аслану явиться он издаст рычание победит отчаяние он оскалит зубы зима пойдет на убыль грибы он тряхнет нам весну вернет вы сами все поймете когда его увидите а мы его увидим спросила сьюзан а до чего же я вас всех сюда привел мне велено отвезти вас туда где вы должны с ним встретиться сказал мистер бобр а он он человек спросила люси аслан человек сердито вскричал мистер бобр конечно нет я же говорю вам он лесной царь разве вы не знаете кто царь зверей аслан лев лев с большой буквы великий лев о протянулась юзан а я думал он человек а он не опасен мне мне страшно встретиться со львом конечно страшно милочка а как же иначе сказала миссис бобрих тот у кого при виде аслана не дрожат поджилки или храбрее всех на свете или просто глуп значит он опасен сказала люси опасен повторил мистер бобр разве ты не слышала что сказала миссис бобриха кто говорит о безопасности конечно же он опасен он добрый он царь зверей я же тебе сказал я очень очень хочу его увидеть воскликнул питер даже если у меня при этом душа уйдет в пятки вот такой аслан вот такой господь и мы с вами продолжим с божьей помощью разговора страхи божьим через неделю спасибо шалом миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и ждите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv